Это программа «Спортивный Краснодар». Меня зовут Дмитрий Патомарев. Здравствуйте. Сегодня в гостях в нашей студии заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Российской Федерации, рекордсменка России Мария Абакумова. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. В общем, приятно видеть вас в нашей студии, на нашей телекомпании. Я так понимаю, вы не первый раз у нас уже в гостях, бывали уже на МТРК «Краснодар», уже был такой опыт. Да, но вы до студии первая. Замечательно. Спочина у вас, можно сказать. Первый раз вы на этой площадке, да так же обычно у спортсменов говорят. У нас с вами сегодня пойдет совершенно, можно сказать, околоспортивный разговор, потому что, естественно, меня как и заинтересованное лицо будут интересовать какие-то спортивные ваши результаты, победы и прочие моменты. Но и мне хотелось бы еще поговорить на тему каких-то психологических моментов, на тему ваших мыслей относительно тех или иных процессов, которые происходят в том числе в легкой атлетике, ваше мнение услышать. Есть такой замечательный фильм, я его безумно люблю, очень часто его вспоминаю в беседах как раз с представителями из мира большого спорта. Фильм называется «Мирный воин». Возможно, вы его видели, зарубежный фильм. Там главный герой – гимнаст, молодой парень гимнаст. И вся, скажем так, идея, вся философия этого фильма крутится вокруг того, что важно для спортсмена в первую очередь то, что происходит здесь и сейчас. Почему я его вспомнил? Потому что первый вопрос, который я хотел бы вам сегодня адресовать, это ваши мысли в тот момент, когда вам фактически остается несколько секунд, возможно, пара минут до броска в важном каком-то спортивном мероприятии. Понятно, что для спортсмена нет, наверное, маловажных или очень важных. Например, на чемпионате мира, если вы, скажем, собираетесь показывать свои результаты, и уже вот-вот, уже последние там какие-то несколько вдохов, и необходимо сделать бросок. Какие мысли у вас в голове? Да, так приятно. Я сразу мысленно на стадионе оказываюсь и ловлю это вообще шикарное ощущение, так как я уже давно не выступаю на большое время. Для меня это, конечно, воспоминание какое-то волшебство, наверное. Ну, для меня я действительно люблю это, это моя жизнь, этот стресс, он настолько заряжает, и настолько он мотивирует, и он так захватывает, что спортсмены не могут, да? Но, возвращаясь к вашему вопросу, конечно, самое главное – это вот держать себя мысленно. Но в моем виде это технические какие-то моменты, все равно внутренняя концентрация и определенные технические внутренние указания. Потому что я считаю, что организм, ну и наш мозг, да, он слегка похож на компьютер, ну или так скажем, да. То есть какие указания ты ему даешь, то он, в принципе, и выполняет. Ну, то есть, соответственно, если я перед попыткой подумаю, какая классная погода здесь, да, я уже буду здесь, не здесь и не сейчас. И, в принципе, мой организм не будет настроен на максимальную борьбу или на показ там запредельного какого-то результата. Поэтому самая главная концентрация, вот, уверенность, что все, что ты сказал своему организму, своему телу, да, то оно и сделает. Вот, поэтому для меня самое важное – это уверенность и концентрация. Ну, и какие-то технические моменты. То есть это какое копье ты берешь, потому что за кем ты выступаешь, да, что ты там снимаешь, что ты одеваешь, это, ну, такие четкие продуманные вещи, что ты мажешь, где ты там себя потер, как ты куда положил кепку, там, ну вот, это может быть даже… Это ритуал такой, да, своеобразный? Может быть, в этом быть даже ритуалом, да, то есть как там, ну, вот именно перед броском это четко, что ты снимаешь, за кем ты идешь, какое копье ты берешь. И четко проговариваешь, ну, свои акценты, которые тебе необходимо сделать именно технически. Вот, ну, такие вот моменты. Ну, а зависит еще, знаете, как от попытки и от хода соревнований, да. Ну, например, ну, как же, ну, тогда уже какой-то ход уже был, да, это не первая попытка, да, она уже может быть какая-то корректировочная, да, или она уже может быть, она уже может быть на, как бы, психологически ты можешь уже быть подавленным. Ну, если это, например, кто-то до тебя уже показал суперрезультат, и ты начинаешь анализировать… Я не доброшу, да. Ну, к примеру, да, сегодня я не готов на этот результат, о, боже, сегодня я не буду там в топе или что мне делать. Тоже, ну, не стоит допускать, но это не исключено. Ну, то есть паника все равно возникает какая-то легкая, да? Ну, вот это вот и есть какая-то, ну, готовность внутренняя такая, не только физическая, но и внутренняя, да. То есть если вот этой готовности нет, да, то есть ты можешь подвергнуться этой панике. То есть неизвестно, готов ты, ты можешь себя даже недопонять. Может, ты и готов, но ты морально себя уже ограничил, да, ты сказал себе, о, нет, сегодня я этого не сделаю дальше, чем какой-то человек. И ты сам себя уже ограничил и, возможно, уже действительно не добавишь. Вот, поэтому я вспоминаю наилучшие результаты, наилучшие соревнования. Была уверенность, что я именно сделаю это, несмотря, ну, и какой-то опыт все равно появляется в процессе, да, выступлений. А вот я помню, что, ну, самый, уже когда я была опытной, ну, спортсменкой, там, на чемпионате мира выступала, я знала, что, ну, на своем лучшем чемпионате мира, где показал максимальный результат, там была острая борьба очень на высочайших результатах, которые, в принципе, если можно было дать себе, ну, волю отвлечься и подумать, ух ты, это такой запредельный результат, то это нереально, и все, и на этом твои соревнования обзакончились. Я об этом не думала, у меня была только мысль, что в этот раз мне надо победить. Ну, я вот помню себе, я повторяла, так сегодня, не знаю, ну, так была уверенность, значит, я была готова к этому не только физически, но и так, как я говорила морально, я говорила себе, что я здесь сегодня, я побеждаю, эти соревнования я выигрываю, это чемпионат мира, я выиграла, все. То есть, а в ходе процесса соревнований была такая сумасшедшая борьба, то есть, уже броски были за 70, уже, чтобы быть первой, мне надо было метнуть 71, но я не давала этому моменту быть, ну, каким-то обдуманным, да, это вот на каком-то, на интуитивном уровне, на каком-то таком, я не знаю, чувстве такого, вот, как в фильмах, так как на войне, да, то есть, ты не понимаешь, что ты сейчас там, где ты там, что на тебя смотрят люди, ух ты, на трибунах 70 тысяч сидит, офигеть, они меня все хлопают, и все, да, и типа... А потом еще объявляют результаты. Да, или там, сейчас меня показывают по всем каналам мира, да, «Ух ты, это где-то 100 миллионов, вау, я нормально выгляжу? У меня накрашена губы», да, то есть, эти моменты недопустимы в большом спорте, да, то есть, на крупнейших соревнованиях идет каждый, вот, ты, как бы, своей должен быть капсуле, из которой ты четко, тебе там комфортно, ты там капитан этого корабля, никто не должен тебя вообще не выбить, ничего не должно тебя из этого формата, вот, и, если честно, иногда даже заметно по спортсменам, если мы посмотрим представления, да, вот, когда спортсменов представляют, и на их лице очень часто можно много что прочитать, то есть, человека, который вот в такой полной боевой готовности, психологической, физической, да, и морально-волевой находится, да, он непоколебим, на его лице не будет вообще никаких эмоций лишних, то есть, вы увидите лицо, которое вам ничего не скажет, да, он не будет махать камеру, мама, привет, да, он будет такой вот, да, и это, ну, не знаю, вот я замечала такое, что, и мама моя тоже, она говорит, смотрю, вот, представляю тебя там, да, на Олимпиаде, и думаю, ого, что с ней, ну, то есть, зная уже даже своего ребенка от и до, то есть, она была удивлена моему вот этому какому-то состоянию, вот, ну, возможно, если почитать какие-то диссертации, да, мы, может быть, ну, научно это как-то обоснованно, да, это состояние спортсменов, но оно, оно как бы необходимо для победы на самых высоких, ну, аренах мира. Но вы согласитесь, получается, вот с этой сентенцией, да, что ты не думаешь о прошлом, ты не представляешь себе будущее, ты максимально сконцентрирован в моменте здесь и сейчас. Как вы вот и сказали, да, здесь... Так и есть. Да, это, это есть то, что необходимо спортсмену, да. Хорошо, вот какой еще хотел момент с вами проговорить. Что наступает после? Вот, понятно, послевкусие, радость, успех, счастье, все в восторге, вы в восторге, близкие в восторге, но потом, соответственно, ну, как бы человеческая психология так устроена, что наступает, да, там какой-то волнообразный скачок, а потом это все опускается, и ты начинаешь там, возможно, там как-то осознавать, что произошло, там что-то пересматривать, может думать, а может быть, я мог еще и лучше, а может быть, в будущем так уже не получится, а вдруг я свой собственный рекорд не побью, как у вас происходит это? Ну, это действительно так, да, идет анализ, идут какие-то мысли. Ну, у меня вот, например, даже при самом моем наикрутейшем выступлении, да, было все супер, было очень, ну, это эмоционально, но, допустим, моя мечта там выполнить мировой рекорд, ну, в тот момент я очень была бы к этому близка, то есть, ну, мы там смеялись, что мне не хватило на тот момент, ну, вот мою стопу, да, вот просто добавить размер моей стопы, там, да, допустим, 25, там, сантиметра 26, ну, или там в шиповках плюс-минус, и ты, ну, я была бы рекордсменкой мира, да, вот этот момент, то есть я выиграла с чемпионата мира, я счастливая, да, все классно, мы все, ну, это фурор, в борьбе там и так далее, красиво, и тут ты понимаешь, эх, я так была близка к моему рекорду, и тут же расстроилась. Ну, вот, может, это мой такой характер максималиста, да, который, в принципе, наверное, присущ спортсменам высокого уровня, то есть, если ты, ну, довольствуешься тем, что у тебя есть, я уже классный, да, то, в принципе, наверное, это не стимулирует рост, ну, как личности, как спортсмена, как, ну, его, там, стремление дальше, то есть меня не надо было, там, ну, слишком мотивировать, как бы я сама себя могла мотивировать, то есть я могла, там, не отдыхать долго времени, да, там, даже не позволяла себе ездить за границу отдыхать, то есть, ну, минимально, допустим, после Чемпионата мира, да, вот, когда, там, я поехала, если вам, ну, сейчас смешно будет, да, ну, отдыхать в военный санаторий Саки, ну, то есть, в Пирогово, да, чтобы залечить раны свои, то есть, да, то есть я не поехала, там, на Мальдивы, там, или, там, в какое-то суперместо, где классно, ну, вот, так, ну, вот, ну, вот мне надо было, то есть мне задача какая, следующий год Олимпиада, мне надо залечить все раны, я поехала, и мне говорят, там же после войны, говорит, ну, типа лечат таких солдатов, ну, вот, мне надо, ну, действительно, у меня были такие травмы, которые необходимо было залечить, и вот свой отпуск я, например, там провела в 2011 году, поэтому, то есть, у меня была всегда мотивация на следующий год, всегда было желание делать лучше что-то, но страх того, что не получится, особенно, когда вот 70, ну, для метания копья среди женщин, 70, это такой вот, ну, редкий-редкий результат, ну, там, я не знаю, сколько человек, там, 3-4 человека, что ли, всего метали за 70, ну, в истории, да, ну, мировой истории легкой атлетики, вот, поэтому после этого результата, конечно, я очень сильно задумалась, что, неужели такое вообще возможно повторить, и что надо сделать для того, чтобы сделать дальше, ну, спросил его тренера, он говорит, не парься, типа, время покажет, ну, действительно, все как-то приходит, иногда, ну, ты не можешь запланировать прям суперрезультат, он вот как-то рождается, ну, я бы сказала, что, когда именно ты, вот, морально-волевой, психологической готовности совпадает с этой уверенностью и с твоим физическим, техническим, ну, уровнем, да, и тогда вот и рождается этот результат, ну, в принципе, от личности сильный человек это может интуитивно чувствовать и как-то готовиться заранее, ну, как-то так бывает, что к большим соревнованиям человек очень, спортсмен становится, не знаю, как другие, ну, по-моему, все так, ну, очень замкнутые, да, очень острые. Ну, вот он как монах уходит в себя, в медитацию, да, отдаляется от общества, от мира. Да, да, то есть, например, я была на Олимпиаде, ну, и мне какой-то, ну, такой, просто знакомый написал, как дела, и я думаю, странный человек. Ты готовишь все вообще в чемпионат? Нет, нет, я сижу на Олимпиаде, я готовлюсь к Олимпийским, ну, то есть уже вот в Олимпийской деревне у меня завтра, и он у меня спрашивает, как у меня дела, то есть этот вопрос был для меня, ну, какой-то из ряда, типа, ну, он сумасшедший, он, наверное, вообще не понимает, что это такое. То есть, ну, вот так, например, да, то есть это, ну, как, что я могу ему написать? Мне даже не писать, что можно ответить на этот вопрос, когда ты вообще просто, вот ты как между небом и землей. Или, например, мы были тоже на сборах в Иркутске, перед Олимпиадой, и тоже очень накаленная обстановка, все, уже сборы, последние дни люди начинают выезжать по одному, мы их провожаем, выходим друг друга, провожаем партиями, начинали вылетать, кто-то уже выступает. Ну, и мама звонит мне, ну, как ты там? Ну, я нормально, ну, так очень коротко и сухо. Ну, она хочет как-то завести разговор, типа, ну, вот, а мы на рыбалке были. И я думаю, офигенно. Ну, типа, то есть для меня все эти какие-то простые вещи были... Мирские, да? Да, они как бы для меня, ну, говорю, да, офигенно, вы на рыбалке. То есть меня это ничем не брало, у меня как бы это казалось странным, да? Хотя сейчас, конечно, я, ну, вспоминая его даже сейчас, прокручиваю, ну, что здесь такого, да? Но на тот момент, как находишься в таком состоянии, ты просто, ну, удивляешься людям, почему они тебя не понимают. А понять тебя, в принципе, невозможно. Поэтому, потому что ты находишься уже на другом. Поэтому вот, когда муж сейчас выступает, и я вижу его, да, состояние, там, closed, я как бы вообще просто ничего не говорю, не докапываюсь, не обижаюсь и не лезу. И такими же коротенькими фразами. Все нормально, все нормально, все это как бы вполне достаточно. Потому что человек уже себя знает, он уже себя как бы понимает. И лезть чего-то там, его учить или подсказывать, просто нарываться на агрессию. То есть у вас с супругом, поскольку он профессиональный спортсмен, даже уже постфактум не существует, там, какого-то разбора полетов, обсуждения, там, возможно, какой-то легкой семейной критики. Это вся, это закрытая тема. Нет, ну, это потом, вот, может, через пару дней только, потому что сразу это вообще, ну, или сразу, обычно так бывает, что он начинает, говорит, ты-ты-ты-ты-ты-ты, ну, свое мнение, я ничего не буду говорить, потому что оно всегда, если ты начнешь резко, там, как бы, да, критик или что-то, то это человек еще не готов, он еще не переварил информацию, вот, ну, а вот, там, день-два проходит, и уже можно как-то что-то там посоветовать или что-то. Вы затронули тему очень интересную, сказали, что поехали восстанавливаться в военный санаторий. Насколько я знаю, вы связаны с военным делом, у вас даже есть воинское звание. Вот какая история. Насколько ваша, ваша связь вот с, именно, с военным делом помогает вам в спортивной жизни и наоборот? Или, может быть, мешает в чем-то наоборот? Ну, знаете, у нас, как бы, у спортсменов в основном, ну, это, как бы, спортивный клуб, да, Да, я, у меня есть Ваня, я старший лейтенант, вот, сейчас пока в декретном отпуске, да, вот, на самом деле, но мы выступали даже на военных играх в Индии, как военнослужащие. Было очень забавно вообще, то есть, тогда, наверное, я, ну, хлебнула этого. И какой был год? В 2007-й. Да, это вообще, вот это было, ух, понять нашу армию, знаете, как это все. То есть, мы летели на военном самолете, вот, нас провожал генерал, то есть, давал наставления, вот, и мы жили в настоящей казарме для военных Индии, ну, ну, наверное, это было для их военных, ну, вот, мы там проводили свое время, то есть, первые, это было, конечно, очень патриотично, скажем так, вот. Но, как конкретно касаемо нашего спорта, в принципе, сильно, я бы не сказала, что есть прям какая-то связь, потому что, как военный, ну, это как спортивный клуб. То есть, мы представляем его, но в то же время мы делаем свое дело, да. Но если вдруг меня привлекут, я могу гранаты бросать, например, противникам. Ну, военное время, да. Да, да. Мы будем надеяться, что до такого не дойдет. Очень хорошо. Я просто причем и задал вопрос, потому что, ну, люди, которые, в принципе, когда-либо были связаны с военским делом, они вот эта вот дисциплинированность, там, какой-то режимность, да, даже там во сне и в отдыхе, например, там, и в приеме пищи, они сохраняют на очень долгие годы, иногда на всю жизнь. Я думаю, может быть, это как-то коснулось и вашей, например, именно спортивной дисциплины, да, там как-то помогло, возможно, там как-то в каких-то моментах там добавило стойкости, решительности и так далее. Ну, я думаю, что в моем случае даже наоборот, у меня спорт настолько дисциплинировал, что, в принципе, там дома у меня сейчас тоже дети очень по такой системе спортивной живут. Кстати говоря, раз вы о детях заговорили, я думаю, зрителям будет очень приятно услышать, да, больше подробностей именно о них. Им вы хотите прививать именно такое вот серьезное спортивное настоящее и будущее? Да, ну, это такой вопрос частенько, я слышу от знакомых и даже в каких-то передачах, да, я однозначно сто процентов максимально, что у меня есть сил, буду детей заинтересовывать, я буду их развивать, да, я буду их направлять, но там кого-то заставить и вот придушить, скажем так, как свои идеи или там будь как я, стань там вот твой там пример. Нет, как бы это самое, наверное, будет ошибкой, потому что многие спортсмены вот на моих глазах хотели этого и не всегда получалось, потому что вот именно я вот так вот на чужих ошибках смотрю и думаю, что нужно просто детей заинтересовывать, дать им понять, сравнять, ну, дать им сравнение. Даже сейчас я им говорю, вот посмотрите, как вот спортсмены, там, даю им примеры, да, ну, и потихоньку они сами сделают выбор, но я уверена, что они сделают выбор в сторону спорта. Ну, это вот моя, конечно, такая задача, чтобы их, ну, заинтересовать, чтобы они этим загорелись и у них это получится, я надеюсь, потому что у них есть такое уже предрасположение, да, генетическое, потому что у нас, у мужа, да, очень хорошие физические данные, именно вот скоростно-силовые, особенно для нашего вида, ну, вот метание копья. Девочки просто, ну, у них вот уже прирожденный брусок и мягкость, ну, то есть вот все, что нужно для метания копья, и даже больше у них уже есть. Они крупные, они спортивные, они энергичные, ну, и маленькие, ну, он помладше, конечно, еще, но он тоже все повторяет за девчонками, вот, ну, и в то же время оборачиваясь на свое детство, да, на мою молодость, там, да, что я могу сказать плохого про спорт? Ну, ничего, да, я выросла очень в бедной семье, да, в простой, где никогда в жизни бы я не знала, что такое заграница, да, то есть я бы, ну, то есть мама работала тренером, там, в училище Олимпийского резерва, да, по тем временам тренеры так, ну, как были тяжелые времена, и, то есть возможности там какой-то сумасшедшей, даже перспективы сильной не было, да, но все равно она работала, она любила свое дело и сейчас любит, и меня как бы тоже направляла и говорила, что, ну, что ты, что я могу дать, да, тебе, ну, вот в спорте, да, я могу как-то тебя направить, помочь, а по-другому мы не сможем никак, то есть, конечно, мне как ребенку хотелось многого там одеваться, поехать, но не было возможности, да, и мама мне сказала, что у тебя есть возможность сделать это самой, то есть надеяться и ждать там, что что-то свалится с неба, как бы не от кого, и как бы, вот, поэтому благодаря тому, что я трудилась, да, с детства, что я занималась, что для меня открылись многие двери, да, я стала на несколько ступеней, там, помогла маме даже, ну, или там своим родственникам, родителям, вот, не от них там просила, да, помощи, а сама, и я считаю, что на несколько ступеней стала выше даже, ну, не выше, это может неправильно я говорю, ну, то есть, как сказать, ну, то есть я подняла уровень нашей жизни выше, чем мы жили, ну, когда вот я родилась, то есть мои дети уже растут в других условиях, да, то есть я могу им дать, ну, больше, там, тем более в нашем мире, да, который такой весь яркий, да, где все хочется и все вроде рядом здесь, вот, поэтому что плохого, да, ну, я смогла заработать сама себе на жилье, да, я сама посмотрела мир, да, меня там кто-то знает, ну, допустим, да, я что-то сделала, там, принесла медали, может, кому-то радость принесла своих побед, да, то есть люди в спортивном уровне, в спортивной сфере, да, мне, в принципе, тоже люди ко мне хорошо относятся, ну, и что плохого, да, ничего это плохого в спорт мне не дал, даже для людей, если взять, например, спортсменов, которые, ну, не вышли на мировой уровень, ну, они вот занимались спортом, ну, допустим, на уровне чемпионата России, опять же, ну, что плохого в них, да, у них есть хорошее здоровье, ну, может быть, травмы, да, они не исключены, как бы, ну, это, знаете, тоже такой вопрос, как бы, что важнее. Травму можно получить просто, я не знаю, идти по улице, подвернуть ногу, упасть и получить травму. Это вот вы правы. Это такая история. Да, поэтому для меня я считаю, что вот спорт, вот эти массовые, да, спортивные мероприятия, ну, настолько интересно, вот, ну, что можно сравнить с этим? Ну, ничего, честно. Ну, вот эти массовые, там, забеги или игры, или, ну, вот если начать с самого, там, первого, да, то есть это детские какие-то игры, потом соревнования, выше, выше, выше. Ну, вот кто уже там где дойдет, но, допустим, любой человек, если с кем-то ты, ну, говоришь, например, он говорит, ой, а я тоже занимался чем-то, то есть человек уже, там, взрослый или, там, в возрасте, ну, ты говоришь, там, я вот легкой атлетикой, да, а я тоже бегал, я там что-то делал, то есть у него это осталось, он что-то делал, у него какой-то навык, он что-то умеет, ну, почему нет столько видов спорта новых, шикарных, там, пожалуйста, горные лыжи, фристайл, сноуборд, скейт, рок-н-ролл, я не знаю, танцы, хип-хоп, это все активность, это все спорт, он такой разный, он такой многообразный, да, такой, ну, вкусный, да, то есть просто бери, какой тебе нравится, не сиди дома, да, не с ней, там, не, там, не играйте, там, игры, да, ну, займись чем-то таким активным, полезным, также мои дети сейчас, они занимаются максимально, пока разнообразными видами спорта, они танцы, там, хип-хоп они танцуют, хип-хоп ходят в бассейн, там, они поют и вокалы, гитары, и шахматы, вот все, что я могу вообще, могу физически, куда я их успеваю, вот, водить, они везде ходят, им это нравится, им все нравится, вот, поэтому, а уж потом они, я думаю, выберут какое-то направление, ну, в легкой атлетике просто, почему я ее люблю, да, почему я ее, там, пропагандировать буду до конца своей жизни, да, потому что я люблю такой спорт, в котором, ну, как бы, я не буду брать сейчас политические ситуации, да, они сейчас очень такие тяжелые, но вот, если в целом взять, просто, вот, мой вид спорта, легкая атлетика, он честный, он очень честный, он, то есть, вот, пришел спортсмен, обычно, я вам скажу, вот, ну, если, наверное, не знаю, статистику проводили такую или нет, но даже интересно, если взять, например, топовых спортсменов и посмотреть, вот, из какого слоя общества они вышли, да, они все вышли из простых, очень бедных семей, да, ну, мне кажется, это классно, да, это именно подчеркивает то, что человек сам что-то смог сделать. Слепил из себя, фактически, да. Да, да, то есть, его не пихали, его не пинали, за него не платили, да, ему не проплачивали, да, он сам взял трусы и кроссовки, как, ну, как говорится, шорты и кроссовки, даже, блин, в Кении и то босиком бегают, да, то есть, просто трусы хотя бы, и побежал, да, то есть, в принципе, к нам приходят, у нас, во-первых, занятия бесплатные, у нас нет платных групп в легкой атлетике, вообще ни на каком уровне, ни на детском, ни на каком, ни на, нет платных групп, у нас бесплатный вид спорта, пожалуйста, приводите своего ребенка, ну, к примеру, да, то есть, а для людей это странно, как это, как это бесплатно, значит, это ерунда, да. Но это уже привычка, знаете, выработалась, за все же надо платить, по идее. Да, и все, что хорошее, надо платить много. Еще, да, а потом еще и доплачивать в конвертике, да, чтобы получить, например, первое место где-нибудь. Вот я про то и говорю, что, а почему я люблю, да, потому что ты честно пришел, ты честно пробежал, вот вы бежите в одной линии, да, в спринте, да, и ты вот хопа, и ты выиграл, ну, что ты тут сделаешь, ну, что ты придумаешь, ну, ты выиграл, все, или там ты бросил, там, метнул снаряд, или ты там прыгнул, да, взял планку в шесте, ну, вот хоть ты, вот, я не знаю, ну, взял ты планку, все, ты выиграл, то есть, тут нету судей, ну, грубо говоря, где там что-то можно, там, один так посмотрел, другой так, тут очень все четко, наглядно и понятно, кто выиграл, вот, поэтому все дети, кто приходит, пожалуйста, они приходят в основном, конечно, ну, средний класс и ниже, вот, там постепенно даже наши школы не то, чтобы берут деньги, наши школы, ну, легкоатлетические, они стимулируют спортсменов, они выдают, вот даже если, например, вы, ребенок уже, ну, например, призер края, да, или там, ну, то уже он может получить спортивную форму, бесплатно, да, кроссовки, ему дадут шиповки, ему дадут костюмы, то есть, он одет, его уже, его, как бы, тут ему помогают, то есть, это не надо, что, нам нужна экипировка, скинулись по 20 тысяч рублей, да, ну, к примеру, здесь такого нет. Вы будете ходить, заниматься, но только сначала купите себе, вот, там, все, что нужно, да, потом ходите. Да, ну, у нас вот такого нет, то есть, ну, в чем пришел, в том и бегай, в чем людям, а потом, если есть успехи, наоборот, их стимулируют, их, там, какие-то стипендии постепенные, там, какие-то, чтобы дети не уходили, чтобы они оставались, чтобы их заинтересовать в этот сложный период времени. Вот такая у нас полегка атлетика. Интересный получился у нас с вами разговор. Хорошо, что вы, как бы, перешли вот так уже в финале именно к детским занятиям, потому что, в принципе, всегда мы в нашей программе беседуем на тему развития спорта, и есть у нас такой замечательный национальный проект «Спорт. Норма жизни», которому, по сути, посвящены очень многие спортивные мероприятия, или косвенно посвящены, или напрямую. Так вот, здесь я надеюсь, очень верю в то, что те вещи, которые вот вы сейчас озвучили, как раз вот те самые детские занятия, которые не зависят от, там, денежного какого-то довольствия семьи, да, которое приводит своего ребенка и отдает легкую атлетику, что это будет помогать в том числе реализации этого национального проекта. Спасибо огромное, что были сегодня в нашей студии. Успехов вам дальнейших. И, я думаю, еще ни одной спортивной победы, ни одного рекорда, потому что, ну, действительно, мир у нас настолько переменчив, и кто знает, какие новые мероприятия придумывает наш мир завтра, там, или через пару месяцев. Супругу вашему также огромных успехов спортивных, поскольку он действующий спортсмен, как вы упомянули, ну, и детям, конечно же, дальнейшего спортивного развития. С огромным удовольствием будем вас ждать к нам в студии еще и еще раз. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Это был «Спортивный Краснодар». Любите спорт, занимайтесь спортом и живите здоровым образом жизни. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин